Впервые за 10 лет в России стремительно увеличилось число пьяниц. Их количество составляет более 54 тысяч. От вас исходит запах алкоголя. Мы пьем дома. А у нас все выпьем. Оно и неудивительно. Ведь реальность в путинской стране настолько жуткая, что в трезвом состоянии вынести ее практически невозможно. Надо, наверное, наоборот меньше пить, чтобы в стране был порядок. Нет, надо больше пить. Больше пить. Больше пьем. И пьем, и пьем. Слава России. Но президент РФ даже и не думает бороться с алкоголизмом на государственном уровне. Но это уж извините, это не наша проблема. Ведь Путин и его ближайшие друзья сколотили на увеселительных напитках весьма прибыльный бизнес. Первые два срока Путина было очевидно, что для, скажем так, Артенберга и его окружения водочный бизнес является одним из основных приоритетов. Давайте откроем матрешку и узнаем, как и зачем кремлевская власть спаивает россиян. Хочу поблагодарить за ответственный, добросовестный подход к делу. Для начала стоит сказать, что водка не является русским изобретением. Этот напиток в 1429 году экспортировали в московское княжество генуэзцы. И только спустя 20 лет россияне начали собственное производство беленькой. Причем организовал его игумен Исидор в московском чудовом монастыре. Скрепненько, не правда ли? Каждая эпоха несет свои искушения, свои соблазны и свои вызовы монастырской жизни. В 1474-м князь Иван III впервые установил монополию на производство и продажу крепкого алкоголя. И с тех пор водка стала для россиян предметом государственной важности. Она позволяла наполнять казну страны во времена Российской империи и Советского Союза. При Брежневе беленькая обеспечивала около 30% бюджета СССР. По сравнению с доходами населения она стоила весьма недешево. Чтобы купить две бутылки самой массовой московской водки по 3 рубля 52 копейки, среднему трудящемуся необходимо было проработать целый день. В 1981-м для борьбы с алкоголизмом цены на водку повысили почти в два раза. В народе появился такой стих. Водка стала 6 и 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Как вы уже догадались, потребление водки не уменьшилось. КРИК В 1985-м Горбачев ввел сухой закон и заработал себе прозвище «Минеральный секретарь». А попытка массового вытрезвления народа обернулась миллиардными убытками для госбюджета. Поэтому спустя три года программу пришлось свернуть. В конце 80-х к власти пришли люди, продвигавшие рыночные реформы. Основной пропагандируемой ценностью стали деньги. Это затронуло все аспекты экономики, в том числе и торговлю алкоголем. После распада СССР Борис Ельцин в 92-м отменил государственную монополию на производство водки. Уверен, что наши действия по достоинству оценят потомки. Но уже через год вернул ее из-за появления огромного количества некачественного суррогата на российском рынке. В период президентства Ельцина Россия была буквально затоплена импортной водкой. Ее в страну завозили три инстанции. Общество ветеранов-афганцев, которые имели соответствующие льготы. Национальный фонд спорта и, внимание, Русская Православная Церковь. Не хлебом единым жив человек. Так что, кроме духовной пищи, российские змеи-искусители в рясах поставляли гражданам РФ алкоголь, который вызывал сильнейшую зависимость и разрушал сотни тысяч жизней. Один раз живешь, сделай все для того, чтобы жить богаче, чтобы быть сильнее других. Если нужно кого-то подмять подомни, обмануть обмани, разруши чью-то жизнь, да разрушь. Но самыми крупными поставками «Беленькой» занимался именно Национальный фонд спорта. А все потому, что его освободили от уплаты таможенных пошлин. Правда, вместо дешевого спортивного оборудования в Россию потекли увеселительные напитки. НФС стал крупнейшей коммерческой структурой страны, которая принадлежала 95% импорта табака и алкоголя. Замысел был-то благородный на самом деле, чтобы деньги с импорта алкоголя шли на развитие спорта, да. Но в итоге они шли на все, что угодно. Ну и не скажу, что кроме спорта. То есть там Кремля по теннису он был, потому что это был любимый турнир Бориса Николаевича Ельцина. Еще Кубок Сотружества на эти деньги проводился по футболу среди команд из стран развалившегося союза. А все остальные деньги ушли, и речь идет о миллиардах. В современной России тоже действует водочная госмонополия. Процентов больше 80 рынка спирта, спиртовые комбинаты, они принадлежат государственной компании Росспиртпрома. А спиртные напитки продолжают приносить колоссальную прибыль. Только не государству, а Путину и его друзьям. Всегда существовало такое мнение, что собственно создание государственной компании Росспиртпрома, она была создана распоряжением Путина в 2000 году за день до его инаугурации. И то, что потом этот Росспиртпром всегда возглавляли люди, которые либо были прямо менеджерами Ротенберга, либо знакомыми его семьи, либо связанными по бизнесу с ним в Петербурге. В 2002-м в РФ появилась водка марки Путинка. Уж не сомневайтесь, назвали ее в честь президента, который, кстати говоря, зарекался ничего не рекламировать. Ну, я не буду уже больше рекламировать ничего. Нет, я не буду просить рекламировать. Но, видимо, быть лицом скрепного эликсира для Путина – большая честь. Это как бы недорого стоит, но в материальном смысле, в денежном, но очень много значит. В Путинке существует множество видов на все случаи жизни, чтобы простой россиянин не расставался с президентом практически никогда. Пик популярности Путинки пришелся на середину нулевых. Как раз в это время в стране был зафиксирован пик смертности, связанный с употреблением алкоголя. Совпадение? Не думаю. В 2012-м аккурат перед выборами Путинка продавалась в России со значительной скидкой. Видимо, кое-кто таким образом надеялся заработать лояльность избирателей. Это я. А в 2015-м государство, которое вроде как должно заботиться о здоровье своих граждан, понизило минимальную розничную цену на водку. И тем самым подтолкнуло россиян к большему употреблению алкоголя. Ведь цена на беленькую упала с 200 рублей до 185. Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. И как устремились граждане РФ опустошать полки с крепкими напитками. Пьет много, пьет. Может от того, что нет работы. Например, я из села. У нас в селе многие пьют. Потому что безвыходности. Работы нет, чем заниматься. Пьем, пьем. Россиян губит водка. Ранняя высокая смертность в России обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя и прежде всего водки. Такой статистики ни одна страна не видела. Такая статистика смертности бывает только в военных условиях. В мирное время вот такой статистики смертности нигде не было. Я, конечно, это называю демографическим кризисом. А пока россияне умирали от алкоголизма, Путин и его приближенные считали денежки, вырученные за каждую проданную бутылку водки. Этот товар, во-первых, естественно, он востребован. Огромное количество, миллионы потребителей водки исторически живут в России и потребляют огромное количество. При этом это очень высокая оборачиваемость. То есть ты производишь, ты сразу же ее продаешь и сразу же получаешь вот эти вот деньги. Как государство зарабатывает миллионы долларов на торговле водкой, можно проследить на примере той же Путинки. До недавнего времени этим товарным знаком владела Реал Инвест, дочерняя компания Эрмира Консалтанс, которую называют кошельком Путина. Ведь, по сути, это кипрский офшор, через который проводятся сделки в интересах президента РФ. Всякий, кто производил или торговал Путинкой, платил Реал Инвесту, а в конечном итоге самому Путину. Ну, платить надо, конечно. Но это же само по себе, мне кажется, очевидным является. За 15 лет с 2004 по 2019 на производстве, ройалти и продаже водки этого бренда можно было заработать до 500 миллионов долларов. Ну, это, наверное, не самая большая цифра, но все-таки жить можно уже. В настоящее время бренд принадлежит компании Байкал Инвест, за которой стоят люди Ротенберга. Они делятся прибылью не только с олигархом, но и с самым главным схематозником страны. Надо просто с уважением относиться друг к другу. Кстати, в 2022-м ассортимент Путинки расширился. Появились бутылки с военной Z-символикой. Это вот, в этом есть большой смысл. Видимо, такая маркировка призвана усиливать чувство патриотизма зомбированных россиян. А вообще забавно получается. Ежегодно 10 тысяч граждан РФ замерзают в снежных сугробах в состоянии алкогольного опьянения. Все подтверждено статистикой. А Путин тем временем обогащается, спаивая собственный народ. Покупает себе яхты и строит дворцы-любовницы. А к хорошему быстро привыкаешь. Однако власть зарабатывает не только на увеселительных напитках, а и на реабилитации зависимых от алкоголя россиян. Для этого запущен целый ряд механизмов. Если в советское время много пьющий человек попадал в вытрезвитель, то в современной России родственники отправляют пьяницу в частные центры, где лечат алкой наркозависимых. Естественно, за деньги. А как бы вам хотелось? К примеру, самый крупный российский рехаб, Национальный антинаркотический союз, берет за свои услуги от 40 до 170 тысяч рублей в месяц. Этот частный бизнес поддерживают государственные органы. Кроме того, его в свое время пиарили российские знаменитости. Депутат Госдумы боксер Николай Валуев, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, актриса Елизавета Боярская, певец Стас Пьеха и другие. Но больше всего для Национального антинаркотического союза сделал, внимание, глава МИДа Сергей Лавров. Его называют флагманом и крестным отцом этого сообщества. Я считаю, что это очень важная деятельность и нацелена на решение проблем, которые действительно представляют собой угрозу для нашего общества. А руководителем молодежного движения НАСС является чуть ли не родственница Лаврова Валерия Полякова. Это племянница-любовница главы МИДа Светланы Поляковой. Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Так что очевидно, что путинская власть не заинтересована бороться с алкоголизмом в стране. Ведь слишком много придворных получают выгоду от того, что россияне массово спиваются. За последние два года прибыль от алкогольного бизнеса должно быть стремительно выросла. В соответствии с прогнозом. Ведь на фоне войны в Украине жестких санкций и повышения цен в России увеличилось количество граждан, которые пытаются утопить свое отчаяние в рюмке. Тут надо все-таки, мне кажется, быть честными с самими собой. И их не остановит подорожание крепкого алкоголя. Они будут готовы заплатить 300 рублей за пол-литра водки, чтобы погрузиться в пьяный угар и оказаться в совершенно другой реальности. Потому что глубинному народу проще напиться и забыться, чем встать с дивана и начать менять свою жизнь и страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова